Категорически, категорически каждому против, говорю, чтобы вот, чтобы этого не произошло и не случилось. Вот, например, здесь проводят в Киеве мирные майданы, они согласованы с властями, там власть только уведомительный характер. Но, когда это касается массовых мероприятий, бывают такие, что очень массовые, там, либо протесты, либо просто мероприятия. Конечно, людей проверяют. Не надо носить никаких опасных предметов, не надо носить никаких предметов, которые могут кого-то напугать, смутить или еще что-то в этом роде. Всегда помните о том человеке, который стоит рядом с вами. Не надо делать провокационных шуток, не надо создавать провокационных шумов каких-то и так далее. Мы пришли, мы те самые люди, которые пришли за тем, чтобы власть уважала нас и уважала наши требования, прежде всего наши права. Поэтому мы должны уметь с уважением относиться к тем, кто стоит рядом с нами, поддерживать друг друга, помогать друг другу. Не надо создавать никаких таких шуток, допустим, которые граничат с провокацией. Это опасно. На митингах такие вещи не нужны. Ничто не должно вызывать ссор, ничто не должно вызывать огорчение у других людей. Поэтому, пожалуйста, настраивайтесь только на позитив. И не что, что может людей напугать, омрачить их настроение и так далее. Вы должны думать, в первую очередь, о тех людях, которые будут стоять рядом с вами. Да, ребята, знаете, казахстанский протест отличается тем, что у нас умеют постоять друг за другом. Это наше очень важное приобретение. Оно сложилось именно на наших митингах. И давайте мы будем это бесценное приобретение усиливать, растить. И будем на него опираться. Потому что, действительно, мы умеем друг друга выручать. Это видно. И мы понимаем, что это является нашей силой, нашей опорой. Поэтому все, что может спасти других от захвата полицейских, это все время надо делать. И нас на площади будет больше, чем полиция. Это безусловно. Самый трудный момент, самый трудный момент – это начало митинга. Именно поэтому мы призываем быть одновременно в этом месте. Пешком через весь город, но будьте в 12 часах. Тогда у всех у нас есть гарантия остаться на площади. Но те, кто опоздают, имеют риск остаться в автозаке. Поэтому думайте о себе, думайте о своем конечном результате. И старайтесь прийти на площадь вовремя вместе со всеми. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.